Всем привет! Об интересных подробностях фестиваля мы рассказываем в дневниках о Мурской осени. Накануне артисты побывали с благотворительными концертами в Белогорском и Михайловском районах. А благовещенцы встретились с Виктором Сухоруковым, вспоминали творчество Валерия Приемухова, смотрели конкурсные фильмы. Подробности далее. Виктора Сухорукова в Благовещенске ждали уже несколько лет. И вот накануне он сыграл в спектакле «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Вместе с ним на сцене Ольга Ломоносова, Евгений Стычкин и Гриневедров. Нет, нет, нет. Никуда ты не уедешь! Я тебя не пущу! Папа, у нас гости и необычные гости. Вернее так, гость и еще один. Васенька, гость и еще один. Это два гостя. Кто к нам пришел? Говорит толково! Твой сын! Твой старший сын! Неизбежно любую постановку сравнивают с классическим фильмом, в котором играл Евгений Леонов. Однако благовещенский зритель видел абсолютно оригинальную трактовку вампиловской истории. Мне кажется, что наша постановка очень-очень театральная. Она не кинематографическая, не бытовая. Она поэтому кардинально отличается и от фильма, и от того, как обычно ставят вампилова. История маленького человека и редкого в наши дни великодушия в исполнении великолепной актерской команды действительно порадовала амурского зрителя. Наталья Овсичук, Андрей Мойлев. Специально для дневников «Амурской осени». Жители Благовещенской и участники фестиваля «Амурская осень» каждый год собираются в сквере возле Дворца культуры профсоюзов, чтобы почтить память своего коллеги и земляка Валерия Приемухова. В этом году ему могло бы исполниться 70 лет. Заслуженный деятель искусств России, лауреат государственных премий, родился в Белогорске, а какое-то время жил и учился в Благовещенске. В одном из интервью Валерий Приемухов сказал, что его сделал именно Дальний Восток. На родину актера приехала вдова Любовь Шутова. Валерий Михайлович очень был предан этому краю, очень гордился тем, что он родом Дальнего Востока. Мог бесконечно рассказывать о людях, о таких же замечательных людях, о такой прекрасной крае. А в Амурском областном доме народного творчества состоялся вечер памяти талантливого актера и режиссера Валерия Приемухова. Вспомнить земляка собрался почти полный зал. Вечер вел президент фестиваля Сергей Новожилов. На сцене побывали актеры, которые были знакомы с Валерием Приемуховым. Галина Бакашевская, Игорь Черницкий, Дмитрий Ребера-Полехин, Николай Романов и другие. Они вспомнили житейские истории в случае совместных съемок. Немало в творчестве Валерия Приемухова было посвящено детям. Именно за эти работы он получил свои государственные премии. Но они оказались и самыми сложными. Ну, конечно, я думаю, когда дети доводили, а ведь дети же не слушаются, они же хамы. Особенно эти подростки, с которыми он работал. Они вообще были подростки-оторвы. Это жуть какая-то, как он с ними выдержал, не знаю. Они у него украли массу здоровья. Дай бог, если все стали людьми. В конце вечера зрители увидели последнюю работу актера и режиссера фильм «Кто, если не мы», который получил премию «Ника» и специальный приз 45-го Международного кинофестиваля в Италии 2002 года. Надалей Шлямова Степан Юдинцев. Специально для дневников «Амурская осень». Картина «Майор» держала благовещенцев в напряжении полтора часа. Майор полиции Соболев спешит в роддом к жене, по дороге сбивает ребенка на глазах у его матери. В ход идут служебные связи, а когда Соболев решает покаяться, становится поздно. Режиссер Юрий Быков, он сыграл сослуживца Соболева, признался, что к созданию фильма подтолкнул реальный майор Евсюхов, который расстрелял людей в супермаркете. Драму представил продюсер фильма, рассказал, что актеры снимались буквально за идею. Работу оценили на Шанхайском кинофестивале и вручили награды за лучший фильм, режиссуру и музыку. И это все, о чем успели вам рассказать завтра о спектакле «Анна Снегина» с Владимиром Гостюхиным и «Варшавская мелодия» с Ноной Гришаевой, а также о детской фестивальной программе. Смотрите дневники «Амурской осени». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова